Курс «Казахская интеллигенция и история Алашского движения». Тема первой лекции – введение в курс историографии истории Алашского движения и формирования казахской интеллигенции. План лекции. Первый вопрос, который мы рассмотрим, это введение в курс задачи, цели курса «Казахская интеллигенция и истории Алашского движения». Второй вопрос. Историография истории Алашского движения и формирования казахской интеллигенции. Цель данной лекции. Раскрыть цели и задачи курса казахской интеллигенции и истории Алашского движения. Изучить историографию истории Алашского движения и формирование казахской интеллигенции. Итак, рассмотрим первый вопрос введения в курс задачи, цели курса казахской интеллигенции и истории алашского движения. Прежде всего, нужно уяснить, что является предметом дисциплины, предметом курса казахской интеллигенции и истории алашского движения. Мы изучаем историю формирования казахской интеллигенции, становление и развитие движения алаш, его роль и значение в развитии казахского общества и характер изученности и проблематики в отечественной и зарубежной историографии. Что является целью данного курса? Формирование у студентов научных знаний по истории и историографии движения алаш, дать знания об этапах формирования казахской интеллигенции. Что же мы будем изучать и какие задачи мы ставим перед собой при изучении данного курса? Прежде всего, мы должны иметь знания об основных этапах развития движения алаш, об их идейных ценностях, об их политической деятельности. От деятельности не только лидеров алашского движения, но и казахской интеллигенции в целом. В первой четверти 20 века. Раскрыть исторические условия формирования и характера развития самого алашского движения. Оценить их роль, историческое значение движения алаш и деятельности казахской интеллигенции в общественной жизни казахского народа. Определить вклад алашской интеллигенции в развитие советского Казахстана. Составить политические портреты лидеров не только движения алаш, но и ярких представителей казахской интеллигенции. Раскрыть социально-профессиональный состав движения алаш. Дать систематические знания о современном состоянии и основных методологических аспектах исследования истории движения демократической интеллигенции Казахстана первой четверти 20 века. Рассмотрим второй вопрос. Историография истории алашского движения и формирования казахской интеллигенции. При проведении историографического обзора, изучении истории алашского движения и формирования казахской интеллигенции нужно разделить на этапы. Первый этап – это начало освещения истории движения Алаш и формирование казахской интеллигенции в первой половине 20-х годов XX века. Во второй половине 20-х годов и в начале 30-х годов история движения Алаш была сознательно фальсифицирована в целях политической дискредитации наиболее авторитетных ее представителей. После этих разоблачений долгие годы имена Букиханова, Байтосонова, Дулатова и других причислялись к буржуазным националистам, феодально-байским элементам или классовым врагам. В советской историографии история движения Алаш и Алаш-Арты с конца 20-х годов фактически выпала из истории национально-освободительных движений казахского народа XX века. Все работы, опубликованные по истории Октябрьской революции и гражданской войны в советский период, рассматривали деятельность Алаш-Арты лишь в отрицательном русле. Второй этап изучения истории движения Алаш и формирования казахской интеллигенции начинается в 40-е и в начале 50-х годов XX века. Что было характерно для той советской историографии? Какие были особенности у нее? Первая ее особенность – это борьба с Бекмахановщиной. В эти годы, в 40-е, в 43-49-х годах выходит коллективный труд авторов историков, истории казахской СССР. И в этот же период начинается в 40-е годы, затем продолжается в 50-е годы гонение на известного историка Бекмаханова. Ученых обвиняют в затушевывании классового характера исторических процессов в попытке формирования буржуазно-националистической концепции. Молодой интеллигенции обвиняют в политическом сочувствии движения Алаш. И в этот же период появляются работы Бекижана Сулейменова о роли Алашской интеллигенции в национально-освободительном движении казахского народа. Третий этап начинается в 50-е и 60-е годы XX века. Это уже постсталинский период. Это период, когда начинаются изменения в общественно-политической жизни уже после смерти Сталина. Начинается знаменитая хрущевская оттепель. И в это время появляются попытки реабилитации литературного наследия Алашской интеллигенции. Четвертый этап – это история движения Алаш в советских исследованиях 70-80-х годах XX века. Для этого периода характерен консерватизм в освещении истории движения Алаш и народно-демократической интеллигенции противопоставляется Алашской интеллигенции в историографии. Пятый этап – это историография движения Алаш уже с современного периода, начинается с конца 80-х по 90-е годы. Особенно в 90-е годы появляется очень много работ, посвященных истории возникновения движения Алаш, истории формирования казахской интеллигенции. В это время меняется официальный курс партии к исторической науке в эпоху Перестройки. Затем идет распад Советского Союза и происходит кризис марксистско-классового подхода в изучении истории. Идет идеологизация исторической науки в период независимого Казахстана. И в 80-е годы были реабилитированы многие лидеры движения Алаш, жертвы политических репрессий эпохи Сталина. И начинается объективное исследование истории движения Алаш и истории возникновения, восстановления казахской интеллигенции. Проводя истериографический обзор истории изучения движения Алаш и формирования казахской интеллигенции, мы хотим обратить особое внимание на вклад современных историков в изучении истории движения Алаш. В 90-е годы в России и в Казахстане выходит ряд исследований по истории движения Алаш. Эти работы посвящены воссозданию подлинной истории этого движения. Многие ученые сейчас обращают внимание на то, что нужно провести четкую грань и дать четкое определение в сущности терминов Алашское движение и Алашской интеллигенции. На необходимость четких критериев этих дефиниций обратил внимание историк Нурпиисов, указав, что далеко не ясна сущность термина Алашское движение. Профессор Куи Гильдеев под понятием Алашское движение объединяет с одной стороны национально-освободительное движение начала 20 века в целом, а с другой партию Алаш и правительство Алаш-Арды. Иное понимание проблемы мы встречаем у историка-исследователя Аманжоловой. Она предлагает собственную хронологию развития движения и считает, что в развитии казахского национального движения Алаш можно выделить три периода. Первый период она считает это зарождение либерально-западнически настроенной группы интеллигентов. Это 1905-1916 годы. Это движение развивается в русле оппозиционного движения, конституционно-демократической и земской общественности. Следующий этап, по мнению исследователя, крайне важный. И он совпадает с революционным 1917 годом, а 1918-1920 год она считает уже завершающим этапом истории движения Алаш. Рассмотрим некоторые наиболее известные работы исследователей-историков, посвященные движению Алаш и опубликованные в 90-е годы, в годы обретения Казахстана независимости. Одной из крупных монографий является работа известного историка Кенеса Нурпиисова «Алаш и Алаш-Арда». Исследователь в своей монографии подчеркивает, что истоки движения Алаш уходят своими корнями в годы Первой русской революции 1905 и 1907 годов. Он считает неверным распространение понятия Алаш и Алаш-Арда на всю казахскую интеллигенцию начала 20 века. Он особо выделяет общественные движения между двумя революциями 1917 года и определяет хронологические рамки движения Алаш июля 1917 и 1920 годов. Автор предлагает свое толкование понятия Алаш и Алаш-Арда. Причины радикализации и объявления о преобразовании движения партии Алаш, сделанной после февральской революции 1917 года, он считает нужно искать в том, что в качестве образца политической деятельности Алашевцами была выбрана партия кадетов и исторические уроки Первой русской революции 1905-1907 годов. Следующая работа, это работа историка Аманжоловой, называется «Казахский автономизм» и «Россия». Она охарактеризовывает лидеров движения Алаш как тонкий слой элиты, служившей культурным фундаментом нации. Исследователь считает, что важнейшую роль в идейно-политической эволюции будущих руководителей Алаш, одним из факторов их общественной и политической активности и социальной и национальной позиции, стала учеба в вузах России, знаний европейской и русской культуры. Она пишет, что ориентация на соединение традиционализма с началами западной демократии, достижениями общечеловеческой цивилизации, чувство вины и долга перед своим народом, типичные для всей российской интеллигенции, были, пожалуй, наиболее характерными чертами. Следующая работа, которая была издана в 2001 году, это работа Хул Мухаммеда, называется «Программа Алаш. Фальсификации и действительность». Автор представил на общественный суд собственный перевод проекта программы партии «Алаш», которая была опубликована 21 ноября 1917 года в газете «Казах». Современный перевод, сделанный актором, обнаружил много недочетов и ошибок или искажений в переводе, сделанном Мартыненко в 1929 году. Автор считает, что исследователи до последнего времени использовали искаженный перевод проекта программы партии «Алаш». Для доказательства своей правоты он предоставил фотокопию оригинала номера газеты «Казах», где была опубликована программа партии «Алаш». Следующей работой является работа монография «Ано Насовы. Национальная интеллигенция Туркестана» первой четверти XX века. Автор привлекает обширный круг архивных источников, материалы периодической печати первой четверти XX века и с помощью архивных источников и материала печати реконструирует политические ландшафты Туркестана в период революционных событий 1917 года и рассматривает деятельность интеллигенции Среднеазиатского края в первые послереволюционные годы вплоть до национально-государственного размежевания в 1924 году. Воссоздавая политические события тех лет, автор вместе с тем не проводит четкой дифференциации интеллигенции. Следующая работа, которую мы рассмотрим, это работа актюбинской исследовательницы, которая вышла в Уфе в 2001 году. Это работа Султангалиевой «Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов XVIII-XX века». Работа посвящена взаимодействию культур казахского, татарского и башкирского народов. Значительное место Султангалиева уделила вопросам истории формирования национальной интеллигенции, ее роли и месту в казахском обществе. Она обратила внимание на взаимосвязь развития просвещения и образования с формированием интеллигенции. Таким образом, изучение истории алашского движения и истории становления казахской интеллигенции приобретает особую значимость в связи с теми событиями и процессами, которые происходят в современном казахстанском обществе. В современное время идет осмысление исторической действительности, идет модернизация социально-экономической, политической, культурных систем. Воссоздается подлинная история алашского движения. Исследования по истории движения алаш, исследования деятельности казахской интеллигенции тоже можно разделить на определенные этапы, и каждая из них присуща своей особенностью, которая является отражением того исторического времени. Сейчас, ваше внимание, предлагаем вопросы для закрепления темы. Итак, первый вопрос. Определите цели и задачи курса «Казахская интеллигенция и истории алашского движения». Как вы должны определить цель? Для чего мы изучаем этот курс? Какие задачи ставим? Что вы должны? Какие темы, какие проблемы вы должны изучить в рамках этого курса? Второй вопрос. Определите этапы изучения истории алашского движения и формирования казахской интеллигенции. Речь идет об историографическом обзоре. Я вам давала, на какие этапы делится процесс изучения истории алашского движения. И нужно каждый этап выделить, и выделить особенности каждого этапа. Третий вопрос. В какие годы началось объективное исследование истории алашского движения и роли казахской интеллигенции в истории Казахстана? Мы говорили о том, что для каждого времени присуще... Каждое время отражает именно свою эпоху, свое историческое время. Если вы берете советский период, то в этот период идет классовый подход при изучении истории. В годы независимости идут более объективные исследования. Все это нужно четко расписать. Четвертое. Назовите труды исследований ученых, опубликованных в 90-е годы 20-го века и в наше время. Каждому из этих исследований дайте краткую характеристику. Небольшую аннотацию. Пятый вопрос. Какую оценку дают современные ученые и историки алашского движения? Роли интеллигенции в общественном развитии казахского общества. Продолжение следует...